Приветствую аудиторию Русской Конописной Школы. Мы продолжаем проект «Читаем Евангелие с Церковью». И вот мы с вами в наших ежедневных встречах дошли до Фоминой недели, до Антипасхи, недели Святого Фомы. И Церковь сегодня за литургией читала 65-е зачало Евангелия от Иоанна. Иоанн 65, 20, 19, 31. Все верно. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично «Мир вам!» Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, он дунул и говорит им «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый «Близнец», не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему «Мы увидели Господа». Но он сказал им «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра, его не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними пришел. Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фомя «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, и подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь и Бог мой». Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Опять же, традиционно повторю, что, во-первых, если все здесь хорошо разбирать, это добротный пастырский час, а не семь минут нашего выпуска. Во-вторых, опять же, с удовольствием процитирую Василия Великого о том, чтобы полагать, что в Писании есть случайные слова, есть опасное богохульство. Да, много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. То есть, нам сообщают только то, что важно для нас. Итак, смотрим. Во-первых, да, нет ни одного лишнего слова. Двери были заперты из опасений от иудеев. Пришел Иисус, стал посреди, и говорит им, мир вам. То есть, стал посреди почему? А почему не стал позади? А почему не оказался за столом сразу во голове стола? Но стал посреди – это как раз подтверждение Его же собственных слов, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. И поэтому Господь появляется посреди, и для них неожиданно. Но, собственно, Господь так и обещал. И говорит Господь, мир вам. Тоже интересный момент. Это про то, что закончилась вражда между Богом и человеками. Это очень важный момент. Здесь вот как раз показал им руки и ноги и ребра свои, и ученики обрадовались. И вот тут такой детский вопрос. А вот Господь воскрес, и неужели Он не мог регенерировать раны? Ну, зачем раны человеку? Вот если мы какую-то царапину получаем, мы скорее бинтуем, скорее все это как бы зеленкой, йодом заливаем. И как бы вот, ну, или там, если упаси Бору, что-нибудь сломали, прилагаем усилия, чтобы это заросло, зашилось, загипсовалось, зарубцевалось. А Господь сохраняет эти раны. Это очень странно, да, на первый взгляд. Но у отцов есть толкование, что когда Господь возносится, Он намеренно оставляет эти раны на своем теле. Он, во-первых, не отбрасывает тело как костюм. Да, вот мы поносили майку, ну, там, сегодня на вечере принято быть в смокингах и вечерних платьях. Ну, раз надо, так надо, да. Надо прийти к людям, да. Были такие воззрения, что если бы люди просто слышали голос с неба, из ниоткуда, блаженный, чистый, сердцем, якоти и богу, люди бы напугались и как бы вот разбежались и не запомнили. А вот если как-то это логализовать, то вот были те, которые говорили, что Господь казался, так называемые «дакеты от дакео казаться» по-гречески. И Господь показывает им раны, что вот они правда есть, вот и никуда тело не делось. И когда вот по толкованию отцов Господь вознесся и сел одесну отца, это очень такая глубокая и дерзкая богословская мысль, что отец смотрит на человечество через раны сына, и через раны сына человечество выглядит не просто амнистированным, да, то есть по-хорошему вас всех расстрелять, но так уж и быть, мы вас от наказания освободим. А не амнистированным Господь видит человечество, а оправданным, то есть невиновным. То есть и отец смотрит на человечество через раны сына. И поэтому Господь показывает им руки и ребра свои и говорит «мир вам». То есть окончилась вражда Бога и человека, да, прородители ослушались, Адам был проклят, а Господь второй Адам воплощался, чтобы спасти ветхого Адама и стать новым главой человечества. Так вот, все в Адаме согрешили, так вот, можно присоединиться ко Христу, стать христианином и вот заслуги Христа, да, вот, искупят и нас. И дальше. Фома говорит «если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что же делает Господь? Потом говорит Фома «подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим наверх». То есть как Фома ему условия выставил, ничего себе, да, выставлять условия Господу. А Господь готов прийти к нам и на наших условиях. И при этом Господь Фому не унижает, хотя по-хорошему можно было сказать «слушайте, ребят, воплотился, пострадал, искупил, и вы мне еще будете условия ставить». И вот тут тоже важный момент, нету ни одного лишнего слова. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «мир вам» второй раз, когда приходил. То есть он пришел для того, чтобы явиться Фоме. То есть представляете, как было бы, опять же, если бы это писал не просто безыскусный Иоанн, ничего себе безыскусный, Иоанн-то иновидец и богослов. Но вот я про то, что если бы это писал писатель или сценарист современный, как было бы хорошо, пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «мир тебе, Фома». Вот это был бы поворот, вот это было бы кинематографично. То есть все уже видели, все уже рассказали. Фома говорит «вот если я не вложу», и вот приходит Господь и говорит «мир тебе, Фома». Вот это было бы да. Но не ставить целью создать интригу, написать сценарий, сделать кинематографично. Господь говорит «мир вам», чтобы не унижать Фому. То есть все понимают, что он пришел к Фоме, и Фома и слышит вот это вот «ну давай, вкладывай, вот ты условия выставил, вот я соблю, и теперь не будь неверующим, но будь верующим». И таким образом, подытоживая, смотрите, Господь явился одной Марии Магдалине, потом явился всем, кроме Фомы, и потом явился всем ради Фомы. Вот, пожалуй, на этом мы на сегодня и остановимся. Берегите себя и возвращайтесь завтра к православным.